Я вообще не хотел, чтобы видео было длинным, я хотел, чтобы оно было коротеньким, но у меня не получается никогда короткие видео, у меня получается всегда тупёж. Я не могу почему-то без этого, я не знаю, что хотите делать. Это особенность канала. Может мне переназвать его? Тупёж ХП. Нет, как-то тупо. Два тупёж. Случайно. Я знаю эту игру. Здесь что угодно может быть. Я его положу. Нет, я на нём сейчас поеду. Коварная всё-таки игра это. My Summer Car. Но в этом есть свой шарм. Она этим и завлекает. В любой момент сдохнуть, я тебя может сбить. Может сбить поезд, может сбить автомобиль, может сбить алкоголь. Итак, чё хотел? Чё хотел? Нет, колёса я всё-таки, наверное, оттащу от дома, от греха подальше, потому что здесь всё-таки вот эти пчёлы, вот эти осы, вот эти вот полосато-жопые насекомые, которых никто не любит. Хотя они очень полезный вклад вносят в синтез. Ты баха пэ 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 дэ стаб в дээ. Саламы всем, друзья! Меня зовут Иван, вы на канале 2хитпоинты. Это My Summer Car. И сегодня мы посмотрим с вами на обновление экспериментальной ветки, в которую добавили вот такой вот замечательный задний багажник на мопед, на котором можно что-то перевозить. Я не думаю, что очень много что-то можно здесь перевезти, что-то можно транспортировать и поместить вообще на это вот маленькое вот это квадратное создание. Но для этого, собственно, и существует 2хп и это видео. И мы сегодня с вами это проверим. А проверим мы следующим образом. Мне как раз для подготовки нового прохождения. Да, оно будет. Даже не сомневайтесь и ждите. Нужно, я уже тут закупил, могу вам показать вот всякие жидкости, шмыдкости. Здесь все готово, все есть, вон все, и аккумуляторы, и все. Есть, но нет колес. Вот здесь они должны стоять, но они здесь не стоят, потому что они в заброшенном доме. И что мы сделаем сегодня? Мы поедем в заброшенный дом и эти колеса заберем. Потому что они нам нужны, потому что машины без колес, к сожалению, так повелось уж не ездят. Это просто, это просто невозможно. Итак, чтобы проникнуть в дом заброшенный, нам нужно кувалда, одна штука, фонарик, одна штука. Но возьмем мы фонарик не электрический на батарейках, а вот такой вот классный, нуарный, олдскульный. И на свечке я вообще думал всегда, что он масляный. Вот, но там внутри просто свечка, и поэтому не настолько это будет все лампово. Но это лучше, чем электрический фонарик. Это все-таки тоже прошлый век. Короче, я уже вижу, что фонарь мой, он уже намного больше, чем багажник. Ну это не больше, но он занимает значительная часть моего багажника. Давайте пробовать ставить, не знаю. Что? Стопэ. Ой, мне кажется, я знаю, кто это звонит. Да, ваши инструменты, короче, готовы. Можете забрать их у меня. Я заказывал также себе трещотку для того, чтобы собирать не как придурок гайки эти, закручивать ключами вот этими, а заказал себе набор трещоток, потому что это просто удобнее, это элементарно удобней. Ну вот, собственно говоря, я это делать и буду. Ну вот, ну и заберу... Ой, господи, что я взял, положи. Вот, ну заберу я его потом уже, наверное. А пока колеса. Вернемся к нашим баранам, вернемся к нашим колесам. Давайте пробовать устанавливать. Я буду максимально аккуратен, я буду максимально оптимален в месте, что у меня такое ощущение, что он не закрепился вообще. А нет, нет. Это просто ощущение. Не обращайте внимания на какие ощущения никогда. Они чаще всего подводят. Кувалда. Блин, это будет смотреться, наверное, адски странно. Кувалда. Тебе лучше закрепиться и не бесить меня. Так, стресс-тест. Стресс-тест. Вот крепится она, кстати, я хотел показать, да, как она крепится. Ну, дабы вы понимали, насколько серьезно это обновление, насколько серьезно, скорее всего, оно вживется. Ой. И останется в игре. Все как надо, все прикручено, все реалистично, максимально и симулятивно. Как, собственно говоря, и вообще все в этой игре. Потому что это вот просто ходячий симулятор. Так, стресс-тест. Возьми. Нет, кувалда падает. Кувалда падает. Я кувалду как-то, наверное, неправильно прикрепил. Возможно, я сделаю это лежа. В смысле, кувалду при... Присобачу. А не то, что... Что там делают обычно лежа. Ничего не получается. Ну, вот смотрите, я, допустим, начал игру, да, и решил вот сразу съездить за колесами. И уже... Уже у меня возникают какие-то проблемы. Уже я не могу захерачить сюда кувалду. Не могу захерачить. Возможно, я не могу положить два предмета. Может, просто... Возможно, возит только один. Кувалда никак не хочет крепиться. Все упало, все сломалось. Ничего не получается. Хорошо. В принципе, кувалду можно повезти... Ой, как он классно встал. Стой! Стой. Кувалду можно повезти... Можно повезти в руках. Вот. Но вы должны помнить, что я на обратном пути собирался везти все четыре колеса на этом багажнике. И если он кувалду не может... Ладно. Давайте, знаете, я сейчас проверю немножко другую штуку. Мне просто интересно. Мне по-любому придется крепить колеса друг на друга, класть. И вот я хочу посмотреть. Я возьму сейчас две канистры. Хочу посмотреть. Вот, канистра прилепилась. Хорошо. Допустим, это одно колесо. Второе... Они так аккуратно стояли. Я их так долго ставил. Вообще, иногда даже обидно их забирать. Вот. Это будет вторая канистра. Табиш второе колесо. И момент истины. Раз, два, три. Они прикрепились. Окей, я кувалду в руках понесу, если это... А где канистры? А, они здесь. А, классно вообще. Угу. Ничего не получается. Ну ладно. Вон, сейчас что-нибудь придумаем. Второй канистра. Пошель. Так, я сажусь ближе к рулю. Сажусь. Сажусь. Они улетают. Нет, ты зараза. Хорошо, у меня есть еще пару вариантов. Есть вариант поставить стоя канистру. Есть вариант положить прям на самый краешек. Давайте сначала вариант с краешком посмотрим. Я вообще не хотел, чтобы видео было длинным. Я хотел, чтобы оно было коротеньким. Но у меня не получается никогда короткие видео. У меня получается всегда тупеж. Я не могу почему-то без этого. Я не знаю, что хотите делать. Это... Она едет? Нет, оказалось. Это особенность канала. Может мне переназвать его? Тупеж. Тупеж хп. Нет, это тупо. Два тупеж. Давай, держись. Давай, сажусь. Сажусь аккуратненько, сажусь. Смотри, сажусь. Я уже практически... Сел. И они улетели. Нет, нет, не работает ничего. Так что колеса точно мы не сможем привезти. Я прям уверен в этом на сто процентов. Да куда ты падаешь? Ага. Вот, поставил. Все. Вы уже догадались, да, о чем я додумался? До чего я додумался? Короче, просто надо понять принципы, которым крепятся предметы к багажнику. Они же прилипаются. Ну так вот. Если я прилиплю, допустим, к нему капот. Ну, какую-то большую площадь. И уже на этот капот буду класть, что мне нужно. Мы тем самым просто увеличим площадь самого багажника. Но тут фишка в том, что надо понимать, прилипаются ли потом объекты через багажник уже, допустим, к... 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 предметам, которые ты кладешь. Вот, багажник я вроде положил. Он даже вроде как держится. Я еще ближе к баку буду забираться, чтобы это все дело не... поломать. Нет, багажник улетел. Ну или, допустим, не капот. Допустим, седуху. У меня вообще и первые варианты была седуха. Потом уже я увидел капот. Вообще, если получится закрепить седуха, это будет архикруто. А, вот вижу, вижу, вижу. Жоку рыжу. Ну, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Почему? Почему ничего не получается? Багажник, почему такое небесполезно? Неужели на тебе только можно какой-нибудь пакет с продуктами или фонарик возить? Ну, я не верю. Я отказываюсь. Нет, ты стоять будешь Короче, дела такие Я понял одну фундаментальную вещь А именно, что когда ты садишься Как бы ты не закрепил эту херню Всем на багажнике, чтобы это не было Когда ты садишься на мопед, он дергается И все, что ты закреплял Скорее всего, сбросится Поэтому хороший вариант Это сесть с вещью на мопед Развернуться И положить ее на багажник Потом сделать то же самое со второй вещью Если она лежит в зоне досягаемости И вот И теперь мы Enter driving mode Давай нормально, как бы И попробуем проехаться О, я достал Я заснял Нет, ты сюда пойдешь Я уверен, что я натрахаю Сейчас с этими колесами Если я поеду за ними именно на мопеде А почему ты именно в эту сторону наклоняешься Ты мне сможешь сказать? А я хочу туда Вот, видите, держится одна Но даже я сейчас Если сяду Вот с этой Может надо как-то садиться Аккуратнее с прыжка, допустим Вот, видите, она слетает И она слетает И улетела куда-то в космос Нет, вот она здесь лежит Окей Кладем канистру Она Приклеивается Я надеюсь Берем вторую Видите, они обе приклеились Я сразу Enter driving mode Прям тут же Оп Не надо Ну почему она упала? Потому что она не закрепилась А верхняя закрепилась Да? Я правильно понимаю? Сейчас проверю Мы заглохли Не страшно Я же тронулся Ну да Ну вот, короче, выяснили мы Что можно поместить на багажник А что нет Я даже пытался Поместить туда Бочку Которую можно разжечь Вот Багажник И сидуху Короче, что такое не пытался Но Эксперименты на этом Пока не закончены Я все равно поеду за колесами Потому что они мне нужны И поеду я На лодке Вот И Мопед я, собственно, с собой возьму Потому что я хочу все-таки Именно колеса попробовать Положить на этот багажник Мне очень интересно Как они будут реагировать На лежание В багажнике Что ж, давайте Давайте заведемся Рынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь Вот И я даже знаю, как туда плыть Просто Я там еще ни разу не был На лодке Я не знаю Я посмотрел на карте Где-то там есть Вот в этой части Куда я сейчас еду Вот немножко вот туда Есть прям Залив И в этот залив Нам нужно заплыть И все И мы выгрузим тогда наш мопед И попробуем поместить На него колеса Если не получится Заберем просто все в лодку Приплываем обратно сюда Тем самым заберем колеса И еще проверим багажничек На стресс Ну вот, собственно говоря, и все Ну давайте сейчас доплыву Тогда увидим Итак Я снова здесь Я снова с вами По-моему, я нашел залив Я уже, честно говоря, долго плыву Вот И вглядывался туда вдаль Если честно, не очень Замечал какой-то залив Ну вот один есть Вот вроде что-то Возможно, это просто лужа какая-то Заливная Вон там тоже есть залив Возможно мне А, вон он Вон же он Вон он Вон он Вон он Вон он Хоп-хоп-хоп Фас Посмотрел по карте Нужно немножко дать Направо И держаться Прямого курса Я дал направо Держусь прямого курса И вижу передо мной Просто перпендикулярно Проезжает поезд Я такой Нихера Там не должно быть поезда В этой стороне вообще Не должно быть железной дороги Я смотрю А я уже Ну короче Прям вдоль берега Плыву И градусов так на 40 Вообще сбился с маршрута И Нихера Плыву не туда Поэтому дал обратно влево У меня еще Нормально все держится Ничего не выпало Вроде колбасит немножко Но это нормально Для моей самока Вот Ну в итоге вроде нашли Мы вот Вот заливчик Мы сюда Заворачиваем Да Блин Нераза тут не было Здорово Что на джессике Кстати удобно Можно регулировать Скорость Вот То есть если я могу Если Я могу Если я хочу Я могу На таких На слабеньких оборотах Здесь так Тр-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Два часа позже. Водоколонки, как я уже говорил, и одна из водоколонок как раз находится прямо на территории заброшенного дома. И я неспроста поел, но не попил перед своим путешествием, потому что я это сделаю около этого дома. Мы как раз протестим еще и колонку. Ай, как здорово получается. Где этот чертов дом? Там вообще должен быть еще мост. А вот и мост. Ну вот, короче, как-то так. Ладно, припарковались, все равно немножко колбасит вещи. Но мы вещи, а я непосредственно сам мопед вытащим, чтобы он вверх не уплыл. Случайно. Я знаю эту игру. Здесь что угодно может быть. Я его положу. Нет, я на нем сейчас поеду. И возьму с собой кувалду. Мне, в принципе, пока ничего не надо. Нужно просто сломать пока дверку, потому что заходить в дом рано, потому что там пчелы. Нужно сдаться ночи. И тогда уже заходить. Тихо-тихо, куда ты поехал? Я надеюсь, пчелы меня так не покусают, если я рядышком буду здесь елозить. В дом заходить не буду. Интересно, кстати, проверить, будет ревод. Вот, кстати, колонка. И вот летающий мопед. Собственно говоря, вот так она выглядит. Обычная, такая вот дачная, деревенская. Пробуем. Так она натурально скрипит. Прям здорово. Ой, водичка пошла. Ой, классно. Пьем. Напьешься здесь. Ну, а что вы хотели? Колонка. Ну, кстати, очень быстро жажда уталяется. Это здорово. Давайте еще накачаем. Отлично. Так, ну пока притараню сюда кувалду. Ну все, ждем наступления темноты. А еще я хочу заметить, что я очень-очень зря взял вот этот фонарь со свечкой. Фонарик со свечкой, да. Потому что ни хера не светит. Вот ничего не видно вообще. Вот я вижу только фонарь. Фонарь освечивает самого себя. Освещает. И больше ничего вокруг, если только его полотную к земле держать, он освещает землю. А так, ни хера, мне кажется, я ничего не увижу. Слава богу, я знаю, где лежат эти колеса. Ну да ладно. Так, пошли. Пошли ломать дверь. Тот фонарик было бы, мне кажется, в миллиард раз лучше. И сейчас наша задача, короче, не потерять этот фонарик. Потому что если я его потеряю, то я точно отсюда херу выберусь. Потому что в такой кроме, ну, типа, нужно будет ждать утро. Вот. Я наш кувалда. Я понимаю, что вы ничего не видите, просто доверьтесь мне. Итак, ломаем. Ломаем два. Готово. Ломаем три. Отлично. Кувалду оставлю здесь. Наверное, даже... Ну да, да, положу ее здесь. Буду выходить и заберу. Берем фонарик. И пошли за колесами. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все, колеса я, короче, скинул. О, едет, кстати, этот чувак, который может подвезти нас в любой момент. Если мы остановимся на трассе, если что-то случилось, это запоминайте. Короче, если что-то случилось. Мы выходим на трассу. Если что-то закончилось топливо, мы где-то потерялись, очень далеко от дома, хотим кушать, пить. Выходим на трассу и стоим ждем. И в какой-то момент он обязательно проедет. И в тот момент, когда он будет подъезжать, нужно нажать кнопку О. Вы начните голосовать. Где там колеса я сбросил, вот. И он остановится и подвезет вас до дома. И после того, как он будет подъезжать к вашему дому, нужно опять нажать кнопку О. Он остановится, вы выйдете и все у вас будет хорошо. Это какой-то кошмар. Я чуть не сдох от жажды, пока скипывал время, пока ходил в этот туалет. Вы же помните, я при вас пил из колонки, при вас полностью удалил свою жажду. И нет, вот типа 4 часа и на тебе опять вздыхаешь. Я очень рисковал, если честно, когда уходил. Но ладно, ладно. Коварная все-таки игра, это My Summer Car. Но в этом есть свой шарм. Она этим и завлекает. В любой момент сдохнуть, это может сбить. Может сбить поезд, может сбить автомобиль. Может сбить алкоголь. Итак, что хотел, что хотел. Нет, колеса я все-таки, наверное, оттащу от дома. От греха подальше. Потому что здесь все-таки вот эти пчелы, вот эти осы. Вот эти вот полосатожопые насекомые, которых никто не любит. Хотя они очень полезный вклад вносят в синтез. Итак, последняя проверка, что я хотел сделать. И на этом я закончу, наверное, запись. Потому что уже погрузка колес в лодку. И от осы их обратно будет не самым увлекательным, наверное, занятием. И не самым интересным. И мы времезатратным, как и все, собственно говоря, в моей самой карте. Поэтому просто тестим последний раз наш багажник. Имело ли какой-то смысл ехать на нем за колесами? Смотрим. А лучше, знаете, как могу сделать сейчас? Прикольно, да? А вот это обман зрения. Так, ладно. Ладно, не отвлекаемся. Прям вплотную надо вот это. Оп! А ты смотри. Так она приклеилась же. Ну-ка, давай вторую. Давай вторую. Я же говорю, все дело в аккуратности. Нужно просто никуда не торопиться. И самым аккуратным образом... О, прилепилось. Ну-ка, третье пошло. Даже... Я даже встану. Ты смотри. Нет, ты смотри. Да это охереть вообще. Я не предполагал, что... Нет, вообще, сначала, конечно, предполагал. Сначала я так и планировал. Но потом, когда я начал помещать какие-то объекты на багажник, все пошло крахом. И я уже не надеялся на этот багажник вообще никак. Я думал, что это плохая затея, что нахер вообще сделали. И что на нем ничего нельзя перевести. Ты смотри. Нет, ты видишь. Нет, ты видишь это. Я, конечно, понимаю, что если я сейчас залез на моппид, то это все улетит. Улетит в космос. Ну да. И остальные четыре колеса, они не крепятся. Они просто лежат и трением об другое колесо держатся. И как только начинаешь... Вот, а нижнее прилеплено. Я все понял. И ты все понял. Мы с тобой все поняли. Смысл багажника, функционал багажника. И все это... Ну, нормально. В принципе, это было бы неправдоподобно, если бы можно было поместить на багажник капот от автомобиля, как я хотел. Он, типа, бы прилепился. Хотя это невозможно, потому что центр тяжести у капота совсем за мопедом. Ну вот. И на этот капот еще положить четыре колеса. Ишь, что захотел. Два хп. Хер тебе, вонючий. Короче, вот так вот. Вот такое обновление. Вот, собственно говоря, колоночка. Вот, собственно говоря, отдай колесо. Вот, собственно говоря, наш багажник. Скоро, я так понимаю, раз они... Если они приживутся, ведут это все в обычную игру. Не в экспериментальную, а уже в регулярную. Ну вот, и будем мы пользоваться благами цивилизации. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. И до встречи в следующих видео. Счастливо. 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 Счастливо.